Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видео обзоре хотел бы рассказать о крутой игре, о которой все наверняка знают, под названием Gods and Change. Обязательно досмотрите видео до конца, ведь вы узнаете множество полезной для вас информации. У них постоянно выходят всякие обновления и куча возможностей для заработка. Сейчас будет идти новогодний ивент, в который можно тоже неплохо будет заработать. Как минимум они обещают 55 монет. 55 монет сейчас стоят, курс просел, потому что и весь рынок в принципе медвежий. 55 монет выходит на 12 долларов 43 цента. Но я ожидаю эту монету увидеть как минимум по 4 доллара. Она на своем пике стоила 8 долларов 83 цента. Итак, кто не зарегистрирован, сейчас буду показывать поэтапно, как что здесь делать, создавать карты, играть и веду вас в курс дела. Итак, переходим на сайт. Итак, в описании под видео будет ссылка на регистрацию. Мы переходим по ней, нажимаем, вводим email, пароль, подтверждаем пароль, галочку и next.donvlaut. Я здесь зарегистрирован, далее вам объясню, что делать. Вы нажимаете next.donvlaut. После этого вы вводите свой ник, который у вас будет отображаться в игре. Там будет приглашенный код, уже прописан. Далее вы ставите галочку и вам на почту приходит письмо. Вы заходите на почту, подтверждаете это письмо, возвращаетесь обратно в проект. И следующим шагом у вас будет скачать данную игру. Следующий шаг, вы заходите под своими данными на этот их сайт. Нажимаете на ваш кружочек, manage wallet и подвязываете здесь свой кошелек metamask в сети эфире. Не полигон, а именно в сети эфира. После того, как вы здесь подвязали, идем на immutable x. Тоже ссылочка будет в описании. Здесь нажимаем connect. Далее выбираем metamask. После этого get started. Нажимаем далее, подключить. Все таким самым мы уже подключили immutable и на сайте gods and chain. Далее. После того, как вы скачали игру, она у вас загрузилась, вы ее установили. Заходим в нее и далее покажу, что там требуется сделать. Таким вот образом вы попадаете в игру. Первым делом вам нужно создать колоду. Нажимаем select. Нажимаем create deck. Выбираем любого, который вам понравится персонаж. И подбираем карты. Проще будет, конечно, взять свой телефон и сразу с видеоперевозчиком наводить на карты и переводить, что они умеют и какие у них есть суперспособности. У вас должно быть в колоде карт 30. 30 собранных. Обратите внимание, что в раунде вам дают за каждый ход по одной мане. Поэтому лучше всего выбрать больше первый, второй, третий и четвертый. Далее вы поймете, зачем. Также здесь не менее важно выбирать карты фронтлайн. Эти карты будут защищать вашего героя, чтобы противник не смог его атаковать и тем самым, чтобы вы побеждали. То есть у вас как минимум должно быть фронтлайн карт 10 из 30. Смотрите, как еще, по каким критериям выбирать карты. Это не только их описание, что они умеют и так далее. Смотрите. Желтенькая это у них сила. Зелененькая это у них жизнь. Сверху это мана ихняя. Сколько будет стоить, чтобы выбросить их на поле битвы. Также вот эта карта, чем интересная, у нее появляется такой некий клинок с ядом. И даже если у вас сила 1, вы можете атаковать персонажа, у которого будет 10 жизней. А у вас всего лишь одна сила удара. То есть вы спокойно сможете снести вот такую карту, вот такую карту. Итак, после того, как вы собрали подходящую для себя колоду карт, вы нажимаете Select. И все, тем самым у вас уже собрана колода карт. Я ее играть не буду, так как у меня уже выстроена колода карт давным-давно. Я в эту игру уже играю не менее года. Поэтому подобрал себе более подходящую. Также в боях вы получаете такой некий опыт, за который вам дают книжки. Что эти книжки дают? Книжки дают новых персонажей. Где их открыть? Нажимаем в этот раздел Open Pack. У меня здесь есть одна книжка. Мы вот таким открываем ее. И нам попадаются различные новые карты. Только не нажимаем сюда, потому что вас будут перебрасывать на Marketplace, чтобы покупать эти паки. А у нас идет сейчас речь, как здесь можно зарабатывать без вложений. Итак, мы разобрались, как с картами. Итак, мы разобрались, как создавать колоду карт. Как открывать паки. Здесь есть еще уровни. За каждое круглое число вашего уровня будут давать более крутой пак, чтобы его открыть. То есть, когда у вас будет уровень 10, 20, 30 и так далее, у вас будут появляться более крутые паки. Иногда может даже попадаться с красным ободком, который можно будет продавать на Marketplace. Но это уже в следующем видео покажу вам дополнительный заработок от этой игры. Итак, приступим. Здесь есть Daily игра. Здесь нужно будет провести 10 боев. То есть, за каждый бой вам дают некие фрагменты. Сколько вы здесь заработаете, это сейчас зависит от вас и столько, сколько вы будете побеждать. После того, как создали колоду карт, мы нажимаем Play. Еще раз Play. Итак, мы выбираем способность вашего героя. И убираем персонажей, у которых больше всего манны. Так как у нас изначально будет по одной, по две манны даваться. Итак, сейчас наш ход. Выкидываем мы персонажа, который будет выступать нам как защита. Этим ползночком мы передвигаем ход на своего оппонента. Далее, как атаковать? Зажимаем свою карту и ведем вверх. То есть, мы его персонажа не можем атаковать, так как он кинул тоже защиту. Мы должны сокрушить его защиту, чтобы наносить урон его герою. Далее, если нам не хватает на какую-то определенную карту, мы можем нажать дополнительную манну. И у нас уже будет не три, а четыре. Нам в этом случае пока не надо ее использовать. Но как пригодится, мы можем спокойно выставить ее. Своей мышкой мы можем навести здесь посмотреть, сколько уже было выпущено карт с колоды у него и у меня. И здесь посмотреть, сколько уничтожено. Вот красным эта манна и пригодилась. Как я ранее вам говорил, что за каждый круглый уровень 10, 20, 30 и далее будут выпадать карты. Более значимые это вот с красным ободком. Вот такие вот, которые можно в дальнейшем будет продать. Как вы могли видеть, что он только что нас этим клинком убил с одного удара. То есть, не важно, сколько у него силы здесь, но важно, что у него был вот этот клинок. Нам нужно как можно быстрее уничтожить эту карту, пока не пошли более сильные карты, чтобы мы могли защищать своего главного героя. Ведь если его убивают, не остаются жизней, мы, естественно, проигрываем. Еще на вот этот кружочек, если мы нажимаем, мы можем атаковать своим героем, его героя. Но каждый герой по-своему уникален и эта способность может быть разная. Субтитры создавал DimaTorzok Также детально будет расписано у меня в телеграм-канале про эту игру и новогодний этот ивент. Более подробно, так сказать, будет там все расписано. И, как ранее вам говорил, если будет еще какая-то новая информация об этой игре или о новогоднем ивенте, естественно, я вам сообщу в своем телеграм-канале. Раунды здесь могут проводиться как и 2 минуты, так и 10 минут. Как и затяжные у меня, конечно, такое было неоднократно. И по 20, по 25 минут, когда идет очень жесткая заруба, когда здесь были ранговые награды на выходных. То есть здесь вам могут попадаться очень уникальные карты и очень интересные, которые будут подходить под ваш стиль боя. Вот, например, вот этот вот Мамонт, каждый раз, когда атакуют моего оппонента, или меня, или я кого-то атакую, у меня повышается сила. Сейчас я вам это продемонстрирую. Как мы можем видеть, было 3, стало 4. Также за убийство его карт нам будут даваться некие фрагменты, которые мы в бою сможем докупать карты. Вот возьмем мы, допустим, защиту. И тем самым мы получили поражение. Ну, это не повод расстраиваться, так как у нас есть 10 попыток на день. И это еще не все. Что хотел подметить, этот ивент будет длиться с сегодняшнего числа по 11 января. Также вы можете играть в ранки, соло, потом проходить квесты. И, в принципе, все. Что не договорил в своем видеообзоре, все будет у меня в телеграм-канале. Вот такой вот видеообзор получился, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой ютуб-канал. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать вот такие вот бомбезные видео о заработке без вложений. Подписывайтесь, конечно же, на мой телеграм-канал. Там будут выходить аирдропчики, всякие вайт-листы, раздачи и много другой халявы. С вами был канал Crypto Crazy Man. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok